В центре «Навигатор» прошло обсуждение Всероссийского молодежного образовательного форума «Таврида», который проходит вот уже пятый год. Он является основной площадкой для молодых деятелей культуры и искусства. Лето на берегу Крыма встречаются актеры, режиссеры, поэты, писатели, музыканты, художники, архитекторы и другие деятели культуры и искусства для того, чтобы получить мощную профессиональную прокачку. А прокачка эта заключается в том, что форум дает возможность молодым, увлеченным, креативным и талантливым людям раскрыть свой творческий потенциал, выбрав то направление, которое им действительно интересно. «Таврида» берет свое начало с 2015 года. За это время в ней приняли участие более 12 тысяч человек из 85 регионов России. А спикерами форума всегда являются ведущие эксперты в той или иной области. Каждый третий участник форума нашел после него себе новую работу в сфере культуры и искусства. Вам от 14 до 30 лет и вы хотите так же? Тогда слушайте, что надо сделать, чтобы попасть на Тавриду. Первое. Нужно подать заявку на портале электронным АИС Росмолодежь. Подать заявку, заполнить длинную анкету, но тем не менее она отражает всю суть вообще, какие направления тебе интересны, чтобы участников было легче отбирать. Второе. Это выполнить творческое задание на сайте мыс Тавриды и пройти очное собеседование. И после этого уже ждать, попадешь ты на этот форум или нет. Главной задачей медийной площадки Таврида является профессиональная самореализация, получение поддержки со стороны государства и создание профессиональных сообществ. Немаловажный момент и явное преимущество форума в этом году в том, что билеты до Крыма туда и обратно будут полностью оплачены Московской областью. Из всех смен, которые я бы попробовала себя, я бы поехала именно в продвижение соцсетей. Мне было бы это интересно. Я бы, если пройду собеседование и заполню эту очень длинную анкету, я бы, конечно, туда съездила. Тем более, когда Подмосковье тоже занялось продвижением этого форума, оплачивают поездки, оплачивают билеты. То есть почему бы нет, почему бы не попробовать. Таврида ежегодно проходит в Крыму в самые жаркие месяцы, но работа на форуме не заканчивается с окончанием летнего периода. Далее в течение года участники Таврида активно задействованы и в других проектах, как регионального, так и федерального масштаба. Мария Буржинская, Станислав Беляев, телерадиокомпания «Щелково».